итак я напоминаю меня зовут макс хиггер эта трансляция жизни по душе вы сегодня я вам хочу зарядить еще одну тему по поводу жизнь эта игра жизнь как игра и сейчас по себе просто наблюдаю что ну тянусь я вот ничего не могу с собой поделать хочу игру хорошую и вижу есть такая тенденция у большинства людей мы все хотим играть и чтобы у нас была такая классная игра по разным сферам жизни можно взять там сферу отношений да там какие-то отношения с противоположным полом можно взять творческую самореализацию давно вопросы не по теме не буду отвечать час то есть можно разные темы как бы разные сферы вашей жизни брать везде вы хотите чтобы была качественная игра а что такое качественная игра ну давайте об этом поговорим в той технологии да шо ж такое сейчас момент той технологии которая сейчас занимаюсь игра описано как три фактора это свободы это препятствие и это цели вот давайте рассмотрим игру через вот эти три фактора ну понятно что это один из способов указать на что-то да вот давайте посмотрим как наша игра в какой-то сфере жизни может происходить через вот эти три вещи препятствия свободы и цели давайте начнем с цели что такое ваша цель здесь очень важно понять чтобы цель которая вам интересна была вашей это очень важный фактор большинство целей не ваши вы их сделали своими то есть ну не знаю взяли какие-то цели чужие и посчитали их своими как определить ваша цель или не ваша цель это интересно вам это очень просто здесь опять нет каких-то сложных подходов до сложных схем все очень просто когда цель ваша вы хотите это делать понимаете то есть ваша цель это то что ну те действия которые вы делаете в направлении вашего подлинного искреннего желания намерения в моменте вот если вы хотите что-то делать вот например вы себе поставили цель цель это всегда мысль о будущем да ну то есть вы можете там поставить какую-то даже точку б в принципе проблемы нету до тех пор пока вам интересно туда двигаться то есть пока вы движетесь и чувствуете что вы хотите этот процесс то есть этот игровой процесс в направлении этой цели вам прикольный то есть ну все здорово как бы идет творческий процесс значит это ваша цель если так сейчас мы как бы уберем человека которому не нравится то есть если вот смотрите если вы куда-то движетесь вы поставили себе какую-то цель а процесс не нравится то есть искреннего намерения делать то что происходит в процессе до движения к этой цели у вас нет ну вот чувствуете не хотите вы это делать процесс не интересный само путешествие к этой цели неинтересно значит это ложная цель понимаете это всегда ложная цель но сам процесс он состоит из свободы из и из препятствий понимаете то есть если вообще будет все легко все просто вам будете неинтересно играть ну скучно понимаете то есть без препятствий без трудностей нет игры слишком все просто все легко вы начинаете скучать а какие-то трудности какие-то ограничения конечно же нужны важно чтобы они были но очень важно чтобы они вас не сковывали и не порабощали и не делали из вашей игры что-то застрявшие что-то абсолютно неинтересное что и происходит у многих людей то есть фактически у них там какие-то цели они себе ставят что-то они там представляют по поводу будущего но сам процесс само путешествие не переживается как свободное не переживать как радостно как творческой почему потому что очень много препятствий что это за препятствие ну во первых если вы достигаете ложную цель то есть вы сделали какую-то навязанную вам социумом или другими людьми какими-то цель сделали своей само по себе то что вы достигаете ложную цель это уже будет сплошным препятствием для вас то есть это будет очень тяжело то есть вам все время надо искать какую-то искусственную мотивацию чтобы заставлять себя это делать если вам не будет нравится то есть не будет приходить под такую цель не будет приходить энергия изнутри понимаете и вам поэтому придется искать какую-то внешнюю мотивацию вы сами себе будете уговаривать, сами будете себе объяснять, почему нужно делать это. Понимаете, вот это признак ложной цели. Бывает другое, что цель, которая стоит, она как бы вам нравится, то есть и путешествие нравится. Но вы выбрали какой-то неоптимальный маршрут, то есть там слишком много препятствий, и вы застряли в какой-то системе, которая слишком вас сковала. Тогда вроде и цель как бы ваша, вы хотите реально, и процесс вроде любите. Но форма, которую выбрали, неоптимальная, слишком всё сковывает. Понимаете? И вот в любую сферу можем взять. Например, я знаю там, хотите иметь какие-то отношения с противоположным полом, да? То есть хотите, ну вот у вас, например, вы одинокий сейчас человек, и вам хочется найти кого-то, то есть если вы здоровый молодой человек или здоровая молодая женщина, и если у вас нету отношения с противоположным полом, вот вы хоть треснете, вас будет тянуть туда и всё, это в вас прошито. То есть вы хотите общаться с противоположным полом. Это ваша природа, ваша физиология. То есть вы хотите по этой сфере иметь классную игру. Вот можно рассмотреть просто, это как пример, да? И что из себя будет представлять классная игра? Ну, во-первых, там должно быть, как бы эти отношения должны быть свободными, достаточно свободными. Они не должны быть скованными. То есть ваш партнёр не должен вас постоянно напрягать, ограничивать. То есть должна быть достаточная степень свободы. Понимаете? Если он вас начнёт подавлять, как-то запачковывать в какие-то рамки, которые вам не переживаются, как что-то естественное, эти отношения будут разрушаться, постепенно будут деградировать и разрушаться. Вот что часто и происходит. Вроде бы встречались-встречались, потом началась семья, да, и начались какие-то рамки, начались какие-то привычные циклы, да, и всё это в конечном итоге перестало быть классной игрой. То есть да, вроде есть, ты вроде имеешь это, но счастье вот потихонечку оттуда начинает уходить. Почему? Потому что часто появляется слишком много препятствий и скованности. Должно быть достаточно степени свободы. Важно доверять друг другу, да, важно, чтобы там были реальные чувства. Важно, чтобы противоположный пол, да, вот этот вот человек нравился. Действительно, искренне нравился. Там и физически, и душевно, там и умственно разделял какие-то общие ценности, общие интересы. Понимаете? Поэтому, так или иначе, мы настроены на это. Вот хотим, не хотим, мы настроены на это. Когда это находится, оно имеет период игры. То есть, так или иначе, это никогда не будут отношения на всю жизнь. Но, скорее всего, нет. Конечно, такое бывает, но это редко. Обычно люди там встречаются, у них есть какой-то период. Это так во всём. Вы поймите, что любая игра имеет свой период, когда вы не наигрались ещё в это. Проходит определённое время, всё становится известно. То есть, какая бы там замечательная у вас подруга там или друг не был, через какое-то время вы можете понять, что всё, ну вот как-то исчерпалось уже. Вот здесь как бы жизни нету. Поэтому, слишком много начинает с этого момента, ну вот когда всё это начинает очевидным становиться, накипает как бы всё больше и больше ограничений, всё меньше и меньше аффинити, то есть симпатии к тому, чтобы это продолжать. И вы начинаете затухать. То есть, игра отыграна. Ну, очень часто требуется время, чтобы себе признаться в этом, чтобы понять, что всё здесь я уже не получаю, как бы, ну, не то чтобы не получаю, не чувствую жизни. Не чувствую жизни. Поэтому, иначе говоря, я в этих отношениях не могу достигать своей цели. Да? Но поймите, это не то, чтобы вы рисуете, то есть это я не говорю о тех целях, которые являются образами, там, идеальными образами, накачанными какой-то значимостью, важностью, и вы типа к ним идёте. Ваша подлинная цель – это совершенно другое явление. Это то, как реализуется ваше намерение, ваш вот этот интерес, искреннее какое-то ваше проявление в моменте. А вы его уже можете оформлять как-то. Поэтому у достаточно развитого, осознанного человека живём с мужем 20 лет и становимся всё роднее, друг для друга. Может быть, я не спорю. Но здесь важно очень честно быть с собой. Вот очень честно. Не стало ли это просто… То есть роднее и роднее – это что? Может привычнее и привычнее, известнее и известнее? Вот здесь надо рассмотреть. Испытываете ли вы глубокие чувства друг к другу? Вот это. Действительно ли там в сексуальной сфере всё в порядке? Да? Вот в этих отношениях после 20 лет? Или вы просто друзьями остались? Обычно, когда 20 лет уже, люди перестают часто видеть друг в друге сексуального партнёра. Это становится… Ну, это немножко другие отношения уже становятся. Такая дружба, взаимовыгода какая-то, да? То есть это немножко другое. Но в любом случае, например, сексуальная сфера до определённого возраста у человека – это важно. Её нельзя взять и вычеркнуть. Поэтому спросите себя, вот, например, с сексуальной точки зрения, 20 лет прошло, всё хорошо? Всё ли хорошо? Потому что люди, они вот просто великие самообманщики. То есть они вот просто смотрят на что-то и типа там, да, всё замечательно, всё хорошо, но где-то глубоко внутри могут чувствовать неудовлетворение. Если всё хорошо, ну, замечательно. Может и 30 лет, у кого-то может и 30 лет любовь там, и всё устраивает, как бы вы радуетесь в этих отношениях, у вас классная игра, у вас общие взгляды, у вас всё совпадает. Ну, не идеально совпадает, но максимально. Такое тоже бывает. Но если этого уже нету, надо иметь мужество, даже женщине надо иметь мужество, признаться в этом. Итак, я давайте резюмирую, да, что жизнь – это игровой процесс. Мы хотим играть, мы хотим иметь хорошую игру, чтобы весело было, радостно, да. То есть мы хотим быть счастливыми. Это возможно только, если у нас достаточная степень свобод, достаточная степень препятствий. То есть нам прикольно с чем-то справляться, но не более того. Понимаете? То есть эти препятствия нас не сковывают, не подавляют. Это всё возможно, если у нас есть правильные цели. Правильные цели – это то, как ты чувствуешь, что ты хочешь, в чём ты нуждаешься здесь и сейчас искренне. То есть не… Иначе говоря, продолжение твоего подлинного намерения в моменте, да, вот интересной игры, какой-то интересного процесса. То есть если цель, она тебе даёт некий интересный процесс, ну всё хорошо с ней. Если цель вынуждает тебя постоянно дурить себя, как бы, постоянно жить некачественный процесс, заниматься чем-то нудным, появляется там надо, должен, обязан, это всегда ложная цель. То есть вам важно понять, как только вы начали много иметь в жизни каких-то должествований, это в любом случае что-то навязанное. Потому что когда вы делаете то, что вы хотите, ну я хочу это делать, это не значит, что ты должен это делать. Если ты должен, значит ты не хочешь, но тебе надо. А надо – это навязанное что-то, понимаете? То есть и на определённое навязанное. То есть когда освобождаешься, понимаешь, что вот эти все навязанные вещи, они не мои, они мне не нужны, тогда у тебя есть возможность реализовать то, что ты реально хочешь. А то, что ты реально хочешь, и есть твои подлинные цели. То есть то, что любая цель, которую ты себе ставишь в направлении твоего подлинного интереса, твоего какого-то, ну какой-то зрелой потребности, да, вот в моменте, то, что тебе реально важно, реально интересно, это твои подлинные цели. Но имейте в виду, что 90% обычно целей, которые люди достигают, являются ложными. И как это определить? Нужно посмотреть просто на свой процесс. Посмотреть на свой процесс. Достаточно ли в этом процессе свобод? То есть если свобод мало, препятствий очень много, очень много нудятины, рутины, всё как-то однообразно, привычно, вы имеете плохую игру. Ну вот это так называется. У вас по какой-то одной сфере или по разным сферам просто плохая игра. Вам неинтересно, скучно. А если реально охота умереть? Ну умирай. Берёшь, например, залазишь на пятый этаж или на десятый лучший уже, чтобы точно, и прыгаешь. Если тебе реально охота умереть. А если ты не готов пойти и прыгнуть, значит тебе неохота. А значит охота жить. Понимаешь? Понимаешь? А то, что ты охота умереть, это просто твое такое депрессивное состояние. А депрессивное состояние – это что? Ты имеешь очень херовую игру. Понимаешь? Ты не радуешься в жизни. Ты живёшь в жопе какой-то. Да какая разница? Лёгкий способ. Какой бы ни был способ, ты сейчас много ла-ла-ла-тра-ла-ла, но ничего не делаешь. Хотел бы умереть, давно бы уже покончил с собой. Знаешь, таких людей немало. Но это не имеет смысла никакого. Смысла никакого нет. Потому что ты появился здесь, чтобы жить. А жизнь – это игра. А жизнь – это, ну, если у тебя интересная игра, радостная игра, тебе хочется жить. Понимаешь? Если у тебя радостная игра. А если у тебя жопа, в которую ты где-то согласился и попал, без твоего согласия же ты не мог попасть туда. Ты давно-давно с чем-то согласился. Вот ты соглашался с одной хернёй, с другой, с третьей. Ты попал в такую ситуацию, когда ты в капкане. Ты чем-то подавлен. Тебе всё время что-то надо делать, что ты не хочешь делать. Фактически ты находишься в состоянии ложной жизни, ложные цели, ложные идеалы, ложные стандарты. Общаешься с тем, с кем не хочешь общаться. Делаешь то, что не хочешь делать. И, естественно, всё время не имеешь то, что ты хочешь иметь. Нельзя вот в такой игре иметь то, что ты хочешь иметь. Понимаешь? Для этого нужна хорошая игра. А чтобы понять, что если, ну, как попасть, понять и попасть в хорошую игру, нужно отпускать из своей жизни вот эти все вещи. Навязанные цели, неправильное окружение, вещи, которые тебе не нравится делать, всё, что тебя сковывает, подавляет, надо послать нахер. Понимаешь? Потихонечку начать вылезать из этого. А вылезти из этого можно только поняв. А если семейные отношения жопы, а без семьи тоже не жизнь. Значит, прекращаешь эту жопу, идёшь, обнуляешься, как бы, и постепенно начинаешь заново игру с учётом старых ошибок. В жопе не вариант продолжать быть. Понимаешь? То есть, если у тебя в семье жопа, ну, а как ты можешь, например, открыть новые семейные отношения, где там жопы не будет, если ты не закроешь старые? То есть, сначала надо отвязаться от старого, а потом обнулиться, как бы, и с нуля пойти. Ну, а как иначе? Как распознать свою цель и сосредоточиться на ней? Я же тебе говорю, что ты должен хотеть это делать как процесс. Цель – это просто некий дополнительный фактор реализации твоего интересного процесса, твоих реальных потребностей. Ты посиди и посмотри, что тебе реально надо. В чём ты реально сейчас, ближайшая, вот какая-то потребность зрелая, твоя, в которой ты очень-очень сильно вот сейчас нуждаешься. Тебе этого реально не хватает. Ну, вот не можешь ты взять и закрыть глаза на это. Ну, надо тебе, вот это вот, ты не то, чтобы надо. Хочешь, очень хочешь этого. Понимаешь? Вот человеку, например, не хватает чего-то там. Не хватает секса. Да? Вот. Секса не хватает. И он часто что? Сидит просто и ничего не делает с этим. Но он же может что-то начать делать с этим, да? Искать какие-то возможности там, общаться, идти, знакомиться как-то там, не знаю. Что-то делать для этого. Это его будет реальной целью, да? То есть, у меня сейчас, ну, скажем так, у моего тела есть определенные сексуальные потребности. 10 судов одновременно? Ну, ты залез, ты понимаешь, ты деградировал. Если у тебя 10 судов одновременно, это деградация называется, духовная деградация. Ты в жопе. Ты своими прошлыми ошибками, прошлыми действиями залез в жопу. Ну, надо вылезать оттуда. Понимаешь? Для того, чтобы вылезти оттуда, надо понять, как ты туда попадаешь. Как ты в жопу попадаешь. В жопу ты попадаешь, потому что ты не понимаешь то, о чем мы говорим здесь, перескоп трансляции. Что ты пришел сюда для того, чтобы радоваться, иметь хорошую игру, для того, чтобы жить по душе, жить интересно. Тому, что тебе интересно говорить «да», тому, что тебе неинтересно, не переживаться, как твой радостный процесс, вовремя говорить «нет» и уходить оттуда. Тебя годами воспитывали в другом формате, тебе напичкали в голову всяких бредовых идей, придерживаясь которых, ты попал или ты попала в ту задницу, в которой ты находишься. Изменение этих идей и понимание вот этого, что эти идеи – это просто бред. Тебя с самого детства учили лжи, тебя учили притворяться, лгать, достигать ложные цели, придерживаться социальных ценностей, считать, что социальные ценности – это твои ценности. Всякой-всякой хрени полной, понимаешь? Вот мы с этим здесь разбираемся, что все, чему тебя учили, ну там 80%, это откровенная ложь, в которую ты просто поверила или поверил. Из-за того, что ты поверила в это, ну знаешь, как ты веришь что-то, и то, в чё ты веришь, ты этому придерживаешься в жизни. То есть хочешь, не хочешь, ты же веришь в это, наделяешь значимостью, значит, важностью, и придерживаешься этого. Пока ты этого придерживаешься, всей этой лжи, твоя жизнь будет полной задницей. У тебя будет очень плохая, очень искаженная игра, у тебя будет много препятствий, у тебя много конфликтов будет, много проблем. Будешь не вылезать из этих конфликтов, из страдания. Будешь постоянно пытаться с кем-то судиться, что-то кому-то доказывать. Все это не нужно делать. Исходное не нужно было никогда делать. Ну ты попала вот в такое состояние ума, поверила в кучу этих глупостей. И сейчас ты имеешь то, что ты имеешь. Пока ты не изменишь, не осознаешь, почему ты туда попала, как ты попала в эту жопу. Пока ты не поймешь сам принцип, сам подход, что твоя жопа просто отражает твою веру, веру в эти идеи, в эти социальные ценности, в то, как должно быть. Пока ты это все не поймешь, бесполезно. Понимаешь, ты будешь пытаться исправлять все в направлении опять ложных каких-то вещей. Важно понять подлинные вещи. Так вот, иметь ту цель, которая является твоей искренней глубокой потребностью сейчас, вот тебе глубоко ты не можешь, реально ты без этого не можешь. И иметь также классный процесс, классный процесс движения к этой цели, это твои права базовые. Ты просто забыл об этом, что у тебя есть два фактора всегда. Классный процесс, где достаточно свобод и достаточно препятствий, эти препятствия тебя не сковывают, в направлении той цели, которая является твоей реальной потребностью. Понимаешь, вот когда ты имеешь такую игру в своей жизни и как только вот, например, у тебя какой-то пошел процесс, а там что-то появилось много скованности, много какой-то, много, слишком много препятствий, слишком много проблем, это означает, что тебе нужно менять игру, то есть ты уже не туда движешься, то есть как только начинается слишком много препятствий, слишком много проблем, это означает, что ты имеешь, скорее всего ложные цели, какие-то ложные ориентиры, то есть что-то ж тебя, понимаешь, ты же в настоящем моменте чувствуешь гармонию, баланс, ты чувствуешь, но когда у тебя в какой-то деятельности начинается разбаланс какой-то, дисбаланс, да, и дисгармония, тебя что-то там продолжает удерживать, что тебя продолжает удерживать в той деятельности, которая тебе не переживается как счастливая? Какие-то цели, понимаешь, какие-то цели, вот я тебе говорю, это всегда ложные цели, всегда, то есть как только ты теряешь гармоничный процесс, ты преследуешь ложную цель какую-то, надо сразу смотреть, какие цели там, то есть что меня удерживает, обычно это деньги, желание выгоды, прибыли, да, или желание чего-то вот, то есть вы что-то сделали важным, что-то сделали важным для себя, более чем своя вот эта свобода, свой качественный процесс, свой баланс, своя гармония здесь сейчас, сделали что-то важным, нет ничего важным, то есть иметь классную игру здесь сейчас по разным сферам, иметь определенную сбалансированность, но она не будет никогда идеальной, идеалы недостижимы, но вы можете двигаться гармонично достаточно в жизни, это возможно только если вы мгновенно определяете ложные цели, ложные ориентиры какие-то, то есть вы что-то там себе напредставляли, а это оказалось ложным, вы что-то там просто поверили в какие-то глупости, кто-то вам сказал что-то, вы просто поверили в это, сделали это своим, начали достигать, пытаться, ну как, не люблю это слово достигать, начали туда двигаться и начали сталкиваться с тем, что у вас слишком много трудностей, все тяжело идет, вы имеете очень много препятствий, очень много трудностей, это уже вы не туда пошли, то есть ваша игра, ваша подлинная игра, она счастливый процесс, здесь и сейчас, счастье, то есть все же хотят счастливыми быть, все хотят быть нескованными, все хотят радоваться здесь и сейчас, это и есть, ваша, скажем так, радостная, счастливая, нескованная игра, она может происходить только в том случае, если у вас правильные цели, то есть они продолжают ваше счастье, продолжают вашу свободу, продолжают ваше творчество, нескованность, а если неправильные, ложные цели, навязанные цели, которые вы сделали своими, будете всегда получать кривой процесс. Понимаете? То есть мы пришли сюда играть. Вот как ребенок играет. Посмотрите, как дети играют. Почему у них все время такой увлекательный, интересный процесс? Почему? Как вы думаете, почему ребенок, он такой подвижный, он не застревает? Почему он не застревает? Потому что он не провозглашает какие-то цели важнее, чем процесс. Понимаете? То есть, вот, например, я вышел поиграть во двор. Я ребенок, я вышел поиграть во двор. Пацаны играют в футбол. То есть, да, я вовлекаюсь в эту игру. Да, я понимаю, что мне надо забить мяч в те ворота. Я в этой команде, у меня есть команда противников, мне надо забить мяч в ворота. Но если мне надоест играть в футбол, вот эта цель, что мне надо забивать этот мяч в ворота, она меня не будет удерживать в этой игре, пока я ребенок. Понимаете? То есть, мне пока прикольно играть в футбол, я буду забивать эти мячи в ворота. Но только мне перестало быть прикольно играть, я говорю всем пацанам, ребят, все, мне надоело, я пошел дальше. Я ищу себе дальше во что играть. Для меня что важнее всего, как пока я ребенок? Классная игра. Я играю. Понимаете? Все цели подчинены моей классной игре, интересной игре. То есть, если где-то становится слишком много препятствий, если слишком много, как бы, скованности, какие-то проблемы начинаются, ну, все, я выхожу из этой игры и все. Ваша проблема в том, что вы застряли в огромном количестве игр, которые вам давно никак нигде. И вы себе объясняете вот этими, что нужно забивать мячи в ворота, да, вы себе продолжаете объяснять, что, ну, это же так важно, забивать мячи в ворота важнее, чем сам футбол, как бы, сам этот процесс. Я обращаю ваше внимание, что ваши подлинные цели всегда продолжают ваш классный, качественный процесс игры. Если какие-то цели мешают этому, это всегда ложная цель. Вы застряли просто. Это цель, в которой вы застряли. Вы ее сделали очень значимой, важной для себя. Так, что-то я желтеть, начиная периодами. Понимаете? То есть, ложные цели. Ложные цели. Нужно смотреть, вот честно сесть, там, не знаю, взять ли стоп-бумаги, да, суперинструмент. Посмотреть. Вот взять какую-то сферу жизни, да, какие сферы жизни у нас бывают? Вот семья, работа, отношения, не знаю, там, отдых, да. И нужно посмотреть, честно признаться, имею ли я качественную игру в этой сфере. Вот я доволен тем, как идет игра. Если я доволен, ну, хорошо, пусть эта сфера будет такой, какая она есть. Значит, все в порядке. Но если у меня есть сфера, в которой постоянно какая-то жопа, мне нужно взять и выписать, а какие цели, то есть, что меня продолжает удерживать, то есть, какие первые идеи всплывают в уме по поводу того, а почему я продолжаю находиться в этой игре, которая меня не удовлетворяет. И вы начнете видеть, то есть, первое, что вы начнете озвучивать, свои самооправдания, это и есть ложь, которой вы, ну, себе привыкли там, зацепились, что-то сделали очень важным, и продолжаете из-за этого удерживать себя, знаете, как, ну, это вот то же самое, день сурка, да, как бы. То есть, первый-то раз, может быть, неплохо этот день прожить, когда вы застряли в одном и том же, это уже все надоедает, как бы. То есть, надо смотреть, почему вы застряли, почему вы застряли в этом, что вас там удерживает. Исследовать это, это и есть осознанность. За что вы зацепились? Люди всегда цепляются за идеи, за образы, за привычные какие-то представления, за верования свои. Эти все привычные образы, образы верования в какой-то смысле можно рассмотреть, как цели. Но они застрявшие такие, ложные цели, застрявшие ложные цели. Вот это надо исследовать, пересмотреть это, понять, осознать. И оцепиться от этого. Нет, чувство вины – это всегда следствие, это никогда не причина. Вот обратите внимание, что ум всегда – любимая тема ума – делать из следствий причины. Например, мне лень, мне лень это делать. Ум думает, что лень – это причина. Или, если я скажу нет, то я буду испытывать вину, и вот эта вина – это причина. Нет, вина – не причина. Вина никогда не причина. Вина – это просто, знаете, это такое, вас так долго отучали говорить «нет», тому, что вам не нравится. Что когда вы делаете это, искренне, ну вот искренне «нет» и говорите это, то вот возникает это чувство, что, ну, это так непривычно, это так непривычно. Годами же приучали быть вежливым и всё время соглашаться в той или иной степени на то, что не является подлинным, живым откликом, интересом. И вот вы привыкли соглашаться с этим. Настолько глубоко привыкли, что теперь сказать «нет» это вызывает какое-то чувство вины. Это чувство ложное всегда. Лучше сказать «нет» и побыть в этом чувстве вины. Знаете, как побыть с ним? И вы увидите, что оно отожмётся, а потом возникнет облегчение. Ой, ну, слава Богу, я сказал «нет», потому что мне не нравилось то, что я не хотел. Да, походите в этом чувстве вины, это такой инертный процесс, потом оно отключится. Чувствую вину перед ребёнком. Не надо чувствовать вину. Вы любите ребёнка, ну, общайтесь с ребёнком. Ребёнка обычно как разлюбить. Ребёнка же никак не разлюбишь, это твоё маленькое существо, ты причастен к этому. Поэтому важно просто передоговориться, как вы будете общаться. Таких историй миллионы. Миллионы историй. Люди там создали семью, родился ребёнок, всё было хорошо, 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 потом любовь прошла. Но любовь между мужчиной и женщиной, но не любовь к ребёнку. Поэтому мужчина и женщина, если они вменяемые, более-менее адекватные, они честно признаются, слушай, ну чё-то как-то всё уже неприкольно в этих отношениях находиться. Давай передоговариваться, как мы будем теперь, ну, в первую очередь надо признаться, что мы, ну, перестали любить друг друга. Нужно разойтись, ну, не разойтись как мужчина и женщина, ну, не получится разойтись как мама и папа. Не получится. Ребёнку нужны папа и мама. Поэтому вменяемые люди, здравомыслящие, они продолжают перестраивать эти отношения так, чтобы общаться с ребёнком, чтобы у этого ребёнка был папа, чтобы здесь было общение с тем, с кем хочется общаться, с ребёнком обычно хочется общаться. Вот. А с мамой уже, как бы, ну, много есть вариантов, ты берёшь этого ребёнка, иногда вы договариваетесь, его берёшь и с ним проводишь какие-то дни, да? То есть здесь вариантов творческих сколько угодно, но большинство людей не делает этого, понимаете? Вот они тупо застряли в старой форме и живут там, пока уже не заболеют, вот буквально уже, пока такой стресс не начнёт, такое уже отторжение. То есть доводят до предела, до предела всегда. Конечно, мучаются, страдают. Но мы, поймите, никто не пришёл на эту планету для того, чтобы вот так жить. И исходно такой необходимости нету. Это всё просто состояние ума, застрявшие идеи, отсутствие самоопределённости, смелости брать и что-то менять, то, что не нравится. Забитость с детства, подавленность какая-то, которая стала привычной. Чувство вины всё время, вот это вот, боязнь быть виноватым. Чё бояться-то? Понимаете, как бы, то есть из нас делают жертву, часто в детстве. Мы застреваем в этом состоянии жертвы. И считаем, что лучше уже мы будем страдать, чем другие люди. То есть мы лучше, мы будем мучиться, но будем хорошими. Знаете как, будем хорошими, будем показывать, какие мы хорошие, какие мы добрые, как мы обо всех заботимся, а о себе позаботиться не можем. С собой добрыми не можем быть. Любить себя не можем, честными с собой быть не можем. Признаться себе, ну не люблю я это. И всё. Понимаете? Так вот, учитесь этому. Любить себя, чувствовать себя, говорить нет, тому, что вам не интересно, во что не интересно играть. Вспоминайте, как быть ребёнком. Выкапываете своего внутреннего ребёнка, проводите какие-то дни, где вы отпускаете сами себя, и учитесь говорить тому, что вам интересно – да, а тому, что вам не интересно – нет. И потихонечку вылезайте из этих запланированностей, жёсткостей, инертности какой-то в вашей жизни. Освобождайтесь. Понятно, что невозможно взять и резко это сделать, но вы можете потихонечку, поняв меня, а услышав, начать с этим экспериментировать в жизни. По чуть-чуть, знаете, как я выдавливал из себя раба по капле, Чехов писал. То есть это вы начинаете этого раба, который внутри вас сформировался и застрял, потихонечку выдавливать из своей жизни. И вспоминать, как это иметь классную игру, как это иметь достаточно свободы, чтобы быть счастливым, да, как иметь достаточно препятствий интересных каких-то, да, в которых ты счастлив, от их преодоления, да. То есть тебе интересно играть в игру, в которой есть прикольные препятствия, да, а не препятствия, которые тебя уже задавили просто, подавили полностью, да. И как иметь такие цели, которые являются вашими искренними потребностями, не навязанными какими-то, не ложными образами, которые вы где-то там скоммуниздили, да, и поверили, что, о, вот когда у меня будет так, как я представляю, а я представляю, потому что я увидел там у Васи, у Пети, у Светы, да, и я типа тупо просто верю, что вот когда у меня будет как у Пети, у Васи, у Светы, то я буду там счастливый. Это ложная цель. Подлинная цель просто отражает вашу реальную потребность в чем-то. Понимаете, вот вы там, например, хотите работать удаленно дома, вы чувствуете, что вот удаленный формат работы сейчас оптимально для вас, но у Вас нет ноутбука. Ну, нет ноутбука сейчас для того, чтобы работать. Соответственно, у Вас искренняя потребность, и Вы, во-первых, чувствуете, что Вы хотите работать именно удаленно. Вы уже осознали это, созрели к этому, да, уйти там с наемной работы, перейти в удаленную работу дома, потому что больше свобод, Вы можете больше общаться с семьей там и так далее, да, и можете гибкий график иметь. Вам надо сейчас работать дома. Но у Вас нет ноутбука для этого. Вот Ваша подлинная цель. Вам нужен ноутбук. То есть Вы уже смотрите, как, где его можно подзаработать денег и купить себе. Но опять же, когда Вы зарабатываете эти деньги, Вы не идете, куда надо, должен, все-таки ищите там, где Вам в определенной степени интересно в это играть. Должен быть интересный процесс, радостный, не сковывающий процесс. То есть деньги, пожалуйста, зарабатывайте, но важно, как Вы их зарабатываете. Если Вы их зарабатываете не по душе, наступая на свои свободы, наступая на свой интерес, наступая на свои способности, наступая на свои реальные какие-то желания, да, что-то делать, ну, будете страдать от этого, будете иметь плохую игру, нерадостную игру, нерадостный процесс. А если цели, то есть фишка, то есть проблема с целью нету, пока эта цель Вас не поработила. Да, кровью и потом не надо. Кровью и потом ложные данные. Не надо кровью и потом. Кровью и потом работают рабы в галерии. Вот они сидят и кровью и потом. И они нуждаются, чтобы кто-то ходил и там бил их, бил, стегал. Вот это раб, рабская идеология, да, вот этот раб, проник внутрь Вас, он живет в Вашем уме. Важно его оттуда выдавить, потихонечку выдавливать и осознавать, что Вы на самом-то деле от природы, Вы свободный человек, свободное существо, со свободным намерением, с живым откликом каким-то, да, с возможностью естественного выбора в моменте, который случается в сторону того, что продолжает Ваши свободы, продолжает Ваши интересы, продолжает Ваши потребности какие-то. Это Ваше естественное состояние. Просто это состояние напрочь забыто, отлучили Вас. Вот и все. Как только Вы туда вернете, Вы почувствуете то, что все ищут. Счастье там, радость, наполнение. Но это постепенный процесс. Потому что десятилетиями давили, давили, давили. Надо, должен, обязан. Надо, должен, обязан. Иди, вся жизнь впереди. Иди, иди куда-то туда, там вот нарисуй себе что-то, и там ты будешь радоваться, там будешь счастливый. А сейчас, кровью и потом. Это все ложь. Ложь, ложь, ложь. Абсолютная ложь. Не должны Вы так. Никогда не были должны. А то, что Вы во все это поверили, вот, теперь Вы находитесь в состоянии, где Вами легко управлять. Повесили Вам морковочку, и Вы побежали. Через кровь и пот. Туда, куда Вам не надо. Какие-то вопросы, может, есть еще? Если бы я Вам говорил, то, что я говорю, и это было бы ложью, Вам бы это не откликалось. Понимаете? Вы где-то нутром чувствуете, что вот, то, что озвучивается, есть в этом правда. Но чувствуете, что вот свобода, да, вот это вот, классная игра. Классная игра, качественный процесс там, творческий процесс в жизни, да, какая-то гармония, сбалансированность. Это какие-то, ну, подлинные вещи для Вас. Вы по ним соскучились очень сильно. Я не делюсь опытом, я делюсь пониманием. А если нет конкретных целей в определенной сфере? Ну, то есть, тебе ничего не нужно, да? То есть, нет никаких потребностей. Какая сфера? Напиши, пожалуйста, в отношениях, например. То есть, у тебя есть девушка, ты ее любишь, у Вас все хорошо, да? Я правильно понимаю? Тогда в отношениях все хорошо. Это если брать близкие отношения. Или, если брать глубже там, да? То есть, если брать глубже, кроме отношений с близким человеком, еще же есть отношения с другими людьми, да? То есть, окружение, твое ближайшее окружение. Тоже важно, чтобы там были люди, которые тебя не обижают, не критикуют, не подавляют постоянно. И тут уже возникают, как бы, какие-то потребности, например, с одними людьми прекратить общение, возможно, открыться в какое-то другое общение, иметь больше изменений, больше контактов, пробовать какие-то разные отношения, смотреть, как идет процесс. Понимаешь? То есть, нужна определенная подвижность, но ты же подвижное живое существо. Не фиксируйся, будь подвижен. То есть, твое исходное состояние, ты очень подвижен, ты очень общителен, ты очень творческий, ты любишь играть, ты любишь сотворять что-то, да, любишь играть в какие-то игры, и исходно, ты не любишь застревать. Ты не любишь застревать, ты не любишь рутину, никто ее не любит. Мы просто так долго, годами объясняли, что это нормально, что ну все уже согласились с этим. Ну, рутина это нормально. Но ты можешь жить жизнью, где нет рутины. Такое возможно. Ты можешь мне пока довериться, но это реально. Сначала я искренне тоже думал, блин, наверное, невозможно это. Это возможно. И что самое удивительное, в принципе, это твое нормальное состояние. Для ребенка, вот я всегда опираюсь на детей где-то до пяти лет, рутины нету в жизни ребенка. Соответственно, он как табула раса в каком-то смысле, чистый лист, является как камертоном, критерием ребенок. Он еще не был обусловлен, не был заморочен, не попал в это социальное заморачивание, что надо, должен, обязан. Он проживает сам себя достаточно долго. Конечно, это все время отнимается у него, потихонечку отнимается, он обуславливается, обуславливается, табуируется. Но исходно он как бы табула раса, он спонтанен, он игрив, он настроен на интересный процесс, всегда ребенок. Поэтому духовное освобождение это возвращение в это же состояние, но уже с пониманием всего, что происходило, как ты теряешь эту свободу. То есть ребенка легко одурачить, иначе говоря. Ребенка легко одурачить, он наивный, он еще неразумен. Он обладает этим состоянием, он естественно склонен к тому, чтобы проявляться игриво, жить интересно, но он не понимает, как его обманывают. А когда появляется мудрость, то есть мудрец это кто? Это такой же ребенок, только он уже теперь понимает, как все эти заморочки работают. Понимаете? То есть он уже разумный, очень разумный ребенок. Очень разумный ребенок, который не попадает больше в ловушки. Потому что он понимает, что является там подлинными ценностями, да? Как его искушают, как его соблазняют, как его сбивают с пути истинного. Он уже так долго сбивался, в такую жопу попал, потом он осознал все эти вещи, вылез оттуда по чуть-чуть. И теперь он как бы туда, ну как бы кто-то приходит, ему говорит, слушай, а пошли в жопу. Там классно будет, там ла-ла-ла, тра-ла-ла. А он такой, спасибо, друг, иди сам. Я буду здесь, как бы на свободе. Понимаете? Мудрец это духовно осознанный, развитый человек, который больше не меняет свою свободу на какие-то сомнительные вещи. То есть он чует, вот как бы осознает сразу, где ловушка начинается какая-то. И однажды выбравшись из жопы, он просто туда больше не идет. Поэтому он проживает счастливо, свободно. Как расширить границы сознания без наркотиков? Заниматься духовной практикой. Начать заниматься медитацией. Начать заниматься там йогой. Начни с чего-то. Пойди начни заниматься там. Начни расслаблять тело сначала, да. Можно с тела начать. Там пойди на випассану. Вот есть бесплатная випассана. Это ты приезжаешь, 10 дней сидишь. Сходи туда, посиди 10 дней. В тишине. Йога, да. Что тебе доступно? Сделай первый шаг. Что тебе доступно? Пойди туда. Выйди из мозгоблудия в какое-то действие. Которое тебя ведет к какому-то... К какой-то трансформации. Понимаешь? То есть ментально ты не трансформируешься в достаточной степени. Да, у тебя может поменяться там... Одни идеи могут поменяться на другие. Можно поработать с твоим пониманием. Немножечко так помочь тебе переосмыслить что-то. Но ты зафиксирован глубоко внутри. Эту фиксацию надо разрушить. Она разрушается медитацией, какими-то телесными терапиями, какими-то медитационными практиками, духовным процессингом, да, одитингом. То есть это все требует действий. Требует действий, где ты начинаешь погружать свое внимание в свое внутреннее пространство и расфиксировать все эти вещи внутри, которые там накопились. Чем более ты становишься расфиксированный, тем и жизнь твоя становится все более расфиксированной. Ты начинаешь все лучше осознавать, как это работает, как твое внутреннее ментальное пространство устроено, как твой ум работает, как работают эти все залипания, как ты попадаешь в какие-то проступки, то есть что такое проступок, что такое утаивание, проступка, как ты набираешь эти нецелостные действия и потом сам от себя утаиваешь, от других утаиваешь. Все это познается по мере того, как ты начинаешь разбираться сам собой, со своим внутренним пространством. Медитация – это твое осознанное присутствие и погружение внимания в твой ум, в пространство твоего ума. То есть ты, например, закрываешь глаза и начинаешь сидеть. Самому лучше не начинать. Иди, сиди там, где есть наставник, там есть какая-то группа, иди, сиди туда. То есть что это дает тебе? Как перестать чувствовать боль, если взрослые дети? Боль – это часть жизни, никак. Просто бывает застрявшая боль, понимаешь? То есть бывают импринты, так называемые инграммы. То есть та боль, которую ты накопила, ее можно перепрожить и освободиться от нее. Что касается медитации, классически это просто процесс осознанного сидения, ничего не делания. Единственное, что там происходит, ты продолжаешь присутствовать. Там у тебя внимание куда-то побежало за какими-то мыслями, ты его возвращаешь в такое пространственное присутствие. Ты присутствуешь и наблюдаешь, а что происходит? Какие-то мысли. Ты начинаешь их рассматривать. Что за мысли? Но ты не пытаешься думать по поводу мыслей. Ты просто смотришь. То есть твое духовное исходное состояние – это смотрение, рассматривание. Вот это смотрение, рассматривание, прямое смотрение, оно является твоим базовым качеством, как души. Ты просто присутствуешь и смотришь, воспринимаешь. Все остальное происходит на фоне этого восприятия, этого осознавания. То есть даже когда ты чувствуешь что-то, это чувство происходит на фоне того, что кто-то осознает это чувство. Вот этот кто-то – это ты. Но этот ты, ты не являешься чем-то, что можно потрогать. Это просто некое присутствие, некий источник внимания, откуда это внимание берется. Это и есть душа, это запредельное некое, условно говоря, пространство, которым ты являешься. Ты не являешься ни энергией, ни материи, ни пространством, ни временем, ни мыслями, ни эмоциями, ни чувствами. Ты ничем этим не являешься. Но все это происходит внутри тебя, внутри этого запредельного измерения. И ты это все переживаешь, проживаешь. Проблема бессознательного человека в чем? Что он как вот это измерение, вот как это пространство, как, условно говоря, некое зеркало, засран огромным количеством объектов, застрявших каких-то объектов, подавленных эмоций там, или каких-то убеждений, которые не осознаются. Понимаешь, то есть, твое пространство засрано грязью. И ты слипся с этой грязью, эта грязь сформировалась в некий пучок, автоматически действующий, которым ты себя и считаешь. Вот как-то не странно. То есть, ты поверил в кучу мыслей, просто как-то зафиксировался. Вот как-то сложился ты, да? Вот ты как-то сложился, и ты себя считаешь. Вот я такой. Нет, ты не такой. Ты не являешься вот этими вещами, которые в тебе застряли, накопились. Ты являешься тем, кто дает этому всему подсветку, силу, жизнь, восприятие. То есть, это то, эти вещи, они существуют просто как твои творения, скажем так, как твои какие-то объекты тонкие, которые внутри тебя застряли. Что такое духовное пробуждение? Пробуждение – это процесс выпачковывания из всего, в чем ты застрял, расфиксации. То есть, ты начинаешь опять погружать свою осознанность во все, что там накопилось, и начинаешь потихонечку, ну, что-то сделать, для того, чтобы рассмотреть, а что это, и расфиксировать это. И ты начинаешь освобождаться, расфиксировать, очищаться, разгружаться. Понимаешь? Начинаешь разгружаться, разгружаться, разгружаться. Это занимает годы. Но оно того стоит, потому что твоё пространство внутреннее становится всё чище, чище, ты становишься всё более подвижный, ты всё меньше и меньше залипаешь в чём-то, ты перестаёшь что-то подавлять. Понимаешь? Ты становишься сам собой больше, 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 больше. Просто этим пространством осознанности, пространством восприимчивости, пространством жизни, которое просто спонтанно что-то рождает здесь и сейчас. То есть ты как душа, ты непредсказуемая, понимаешь? То есть ты исходно, ты вообще, тебе не свойственно застревать в чем-то. Ты постоянно подвижная. Подвижность что-то рождается, что-то воспринимается. То есть ты очень подвижная. А потом это фиксируется, застревает все, понимаешь? Обрастает пылью зеркало, обрастает пылью, становится грязным. Возникает страдание, мучение, потому что ты чувствуешь это не твое подлинное состояние. Ты не такой в своей основе. Ты подвижный, живой. Ты способный, ты просто понятия не имеешь, какие у тебя способности. Часто, понимаешь? Поэтому духовное пробуждение – обратный процесс. Расфиксирование, очищение. От всего освобождаешься. Ты больше ни во что не веришь. Ты все рассматриваешь только, осознаешь, понимаешь, доходишь. Вот когда понял, рассмотрел, осознал – а, ясно, теперь ясно. Теперь я понимаю, что это. Но вера – все, больше ни во что не веришь. Ни в какие образы, ни в какие представления. Доверять можешь чему-то. Попала какая-то идея в твое пространство, ты ее видишь разумной. Ты можешь ее начать как-то применять. Например, это какая-то технология, там, описание медитации, да, или слова наставника. То есть тебе наставник может объяснить, дать инструктаж, что ты сидишь в медитации, что там будет происходить. Ты можешь это использовать практически. Но верить – ты больше ни во что не веришь. Никому не веришь. Только доверяешь. Доверяешь, чтобы проверить и убедиться. Чтобы познать, как это на самом деле. Чтобы узнать, что есть истина для тебя. А большинство людей перепичканы просто какими-то вещами навязанными. Вот они просто узнали, там, мама с папой рассказали, как все устроено. В школе там рассказывали, как все устроено. Просто поверили. Поверили в эти идеи. Забили свое пространство какими-то фиксированными идеями по поводу этой вселенной. Как все устроено по поводу себя. То же самое там продолжается. Там человек начинает интересоваться духовным чем-то. Он просто читает какие-то книги, набивает заново свое пространство какими-то идеями, в которые он просто верит. И ничего не делает. Смысл. Путь духовного пробуждения не в этом. В том, чтобы вы одни идеи поменяли на другие. Чтобы вы освободились от идей. Вообще. Вам идеи не нужны. Идея – это просто способ реализовать себя подлинного в моменте. Вот если у вас есть импульс творческий на что-то, вы его можете оформить с помощью ума в какую-то форму. Поиграться с ней. А когда она вас перестала удовлетворять и быть интересной. То есть вы ее фиксируете фактически, да. А потом расфиксируете. Вот эта способность расфиксировать у большинства людей, она находится в очень плачевном состоянии. Люди все время настроены на то, чтобы что-то фиксировать, фиксировать, фиксировать. И они такие становятся зафиксированные, такие не свободные, что тяжело жить в этом. Жить не хочется. Тяжесть. Все привычно стало. Жестко. Надоело жить. Это признак жесткого застревания, зафиксированности. Болото. Болото. Нету горного ручейка. Нету подвижности. Есть жесткое застревание, зафиксированность в той жизни, как она сложилась. Духовное пробуждение – обратный процесс. Разгрузка. Расфиксация. Осознание всего ложного и отказ от этого. Ну потому что понимаю это. Потому что сам вот это… прохожу и прохожу, и прохожу. Вот идет эта расфиксация. Поэтому, когда уже понимаешь, с чем имеешь дело, легко это объяснить. А не просто книжку прочитал, умную книжку прочитал, пусть даже просветленного. Пересказываю вам что-то. Без понимания. А то многие этим занимаются. Там что-то прочитали, поверили опять. И ходят, типа, я уже знаю как. Если тебе срочно нужна расфиксация, реально срочно, бери и ищи первое, что тебе попадается, практику любую и иди туда. Ну что-то мне подсказывает, не знаю, я просто давно читаю твои комментарии. Что-то вот я как-то немножко сомневаюсь в том, что ты пойдешь. Но если ты пойдешь, я буду рад за тебя. Я рад твоим победам. Как бы. Но что-то ты какие-то вот периодически так как-то вопросы формулируешь. Такое ощущение, что ты боишься пойти куда-то. Созрел ли ты? Просто задай себе вопрос, созрел ли ты пойти. Если созрел, иди, пожалуйста. Не пиши там, я созрел. Вот просто замени это. Я написание Максу, что я созрел уже, кроссфиксация, замени на действие реальное. Хорошо? Договорились? И потом расскажи мне, что вот ты напиши мне там ВКонтакте, что Макс, слушай, я сходил туда-то, туда-то. Там такой интересный был опыт и так далее. Понимаешь? Чтобы это опять не застряло все на уровне ума. На уровне я думаю, думаю, я все думаю, думаю, я все готовлюсь, готовлюсь. Вот может быть завтра, может быть через недельку, может быть через месяц, а сейчас вот пока как есть. Понимаешь? Я очень хочу, чтобы ты начал что-то делать. Чтобы ты понял, о чем я говорю, и начал это осуществлять. Потому что тебе же, как бы, ты искренне в этом нуждаешься. Каждый человек в этом нуждается. Чтобы быть не застрявшим, чтобы быть творческим, свободным, способным, осознающим, как бы понимающим, проникающим человеком. Прилетай. Напиши ВКонтакте, я тебе скажу, куда прилететь, прилетай. Пообщаемся. Или приезжай. Не хочу их ломать, детей, да? Ну не ломай их. Оставь их в покое. Дело вот с детьми всегда, все дело не с детьми, а с тобой. Как только ты сама расфиксируешься, как только ты сама понимаешь то, о чем я говорю, и начинаешь раскрывать себя, перестаешь сама быть зафиксированной, освобождаешься от этого обуславливания, в которое тебя годами окунали, сама твоя эта свобода, сама эта расфиксированность внутренняя, она, естественно, будет отражаться на твоих детях. Ну ты же себя не подавляешь больше, ты себя не запихиваешь в надо, должен, обязан, поэтому и детей ты не можешь больше запихивать в надо, должен, обязан. Ты им начнешь предоставлять бытийность, предоставлять свободу и контролировать просто только какие-то, ну, крайне опасные, там, где-то уже опасно началось, там ты появляешься. Ничего не навязываешь. С ними надо, как со взрослыми людьми, тоже договариваться. Договариваться. Если интересно им, пусть делают. Неинтересно, не надо навязывать. Пусть не делают. Посмотри просто, где ты со своими детьми общаешься через надо, должен, обязан. Посмотри, не живешь ли ты сама так же. Обычно это взаимосвязанные вещи. Если ты сама не живешь, надо, должен, обязан, ну как ты можешь проецировать это на своих детей? Это всегда взаимосвязанные вещи. Изменись сама, расфиксируйся сама, освободись сама, и вокруг тебя освободятся тысячи. Включая твоих детей. Все начинается с тебя. Бесполезно, как бы, про детей говорить. Как только ты трансформируешься, ты меняешься, все меняется вокруг тебя. Жизнь отражает просто тебя. Ты не отделена от жизни. Ты не являешься каким-то отдельным объектом, а жизнь сама по себе. Жизнь – это отражение в тебе. Понимаешь? То есть в твоей душе отражается то, что ты воспринимаешь. Это все образы просто. Вот материя – это плотный образ просто. То есть, иначе говоря, нет внутреннего пространства и внешнего. Это, ну, границы нету. Просто во внутреннем пространстве есть тонкие объекты. Это мысли какие-то там, эмоции, чувства. А во внешнем пространстве есть грубые объекты, начиная с твоего тела и заканчивая всем, что тебя окружает. Это все одно. Это все целостное. Поэтому, как только ты меняешь свое внутреннее состояние, перестаешь цепляться за какие-то внутренние объекты, которые тебя фиксировали, начинаются такой же процессы во внешнем. Ты перестаешь цепляться за внешнее. Расфиксация внутреннего влечет к расфиксации внешнего. Это одно и то же фактически. Поэтому и существует духовная практика. Любая духовная практика направлена на то, чтобы тебя расфиксировать, освободить тебя от всего, что накопилось, от того, с чем ты отождествилась. Когда ты расфиксируешься, ты не можешь больше... Ну, ты просто смотришь на свою жизнь и понимаешь, что я не могу больше в этом жить. А что я так долго находилась? Потому что ты была зафиксирована внутри, на каких-то идеях, на чем ты была зафиксирована. Когда ты их осознаешь и расфиксируешься, у тебя и жизнь расфиксируется. Жизнь, она как бы потихонечку, она более инертна, но она потихонечку подтягивается под твое новое, более свободное, более творческое, более нескованное состояние. Поэтому измени себя и изменится мир вокруг тебя. Все начинается с тебя. Или как в Древней Греции на храме было написано «Познай себя». Познай, кто ты. Что ты не являешься этим деградированным, застрявшим, подавленным, депрессивным существом. Это не ты. Ну, как бы это просто состояние психики, состояние ума, в которое ты, как душа, соглашаясь с какими-то глупостями, постепенно деградировала. И сколько можно в этом жить? Важно начать обратный процесс. Если ты реально созрела к тому, чтобы, ну, поняла, все, вот, надо как-то. Ладно, ребят, на этом будем завершать нашу перископ-трансляцию.